Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И в этот чудесный солнечный день у нас с вами Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас тут самые честные и правдивые отзывы. Пустых баночек сейчас прям много. Прям много. Готовьтесь. Порошок. Стиральный порошок. Это у меня альпийские луга. Артикул 322. Сделано в Германии. Вот так лучше видно, да, в тенечке? 800 грамм. Люблю, обожаю, нравится, пользуюсь после перевыпуска. Не хочу ничего другое брать и ничем другим стирать. Приравнивается к 3 килограммам обычного. Гипоаллергенный, подходит асматикам. Поэтому продукт вообще на самом деле потрясающий. Меня во всем устраивает. И даже никакие с ним, честно говоря, отбеливатели не нужны. Ну вот у меня так, по крайней мере. Потому что мне кажется, вот он сейчас после перевыпуска, там то ли оптического отбеливателя больше, что не надо уже к нему добавлять отбеливатель, чтобы какие-то пятна там серьезные отстирать. Но это мое мнение, по крайней мере. Или просто отбеливатели у Фуберлик стали слабые. Замызганная бутылка вообще в конец просто на чем-то красилась. Концентрированный гель для стирки белого белья. Вот так он выглядит. Артикул 115-15. И тут же у нас с вами из этой линейки бэйби кондиционер для детского белья 115-16. Поняла, что в принципе наш порошок, он по-моему 0+. Но я им стираю крестюшки вещи. Я им стираю вещи и вообще никаких проблем. Потому что вот кончился такой, я стираю вот этим обычным. Единственное, что рекомендуют детские врачи-нанотологи, если вы стираете младенцу, да, просто добавляйте детский кондиционер. А у нас кондиционеров 0+, тоже много. Поэтому в принципе и вот этот я скорее всего брать, наверное, больше не буду. Хотя они меня полностью устраивают. Кондиционер с алоэ вера. А душка очень деликатная, нежная, запах чистоты. И про гель для стирки что хочу сказать? Он слабее, конечно, порошка. Вот если есть какие-нибудь там кокули надо отстирать, да, то он не очень хорошо справляется. Порошок при стирке 40-60 градусов выводит. Все даже такое вот уже несвежее, застаревшее. Поэтому вообще нормально. Навряд ли буду повторять. Во-первых, моему ребенку подходит этот порошок, не вызывает никаких аллергических реакций. А кондиционеры мне нравятся другие из линейки 0+. Нет, ну если этот будет по акции, буду брать этот. Потому что как кондиционер работает хорошо. Он смягчает хорошо действительно белье, потому что вот пеленочки и полотенчики стирала. Он действительно смягчает. Но есть лучше. Вот сейчас у меня Сенситип, он делает белье детское мягче. Он 0+. А так нареканий в принципе нет никаких. О, еще что-то. А, средства для мытья посуды из этой же серии Фоберлик Бэби. Артикул его 115-17. Мне не понравилось, как оно пенится. Поэтому больше повторять не буду. Поначалу взяла, хотя тоже у нас средства для мытья посуды с другими ароматами, которые лучше пенятся. Вот сейчас у меня грейпфрут, он 0+. Вот это как-то мне показалось, вот оно плохо пенится, быстро уходит пена. Отдушка нейтральная, вообще нормальная, как бы все прекрасно, с экстрактом календулы, для мытья сосок, пустышек, бутылочек, как бы все нормально. Вот закончила его, и скорее всего буду брать теперь другие, 0+, и серии Фоберлик Хом. Из этой линейки Бэби больше не хочу. Без отдушки, да. Так, гель для подмывания с экстрактом череды Алоэ Вера Фоберлик Бэби, тоже линейка у нас с вами, артикул 1644 с экстрактом череды Алоэ Вера. Я вам уже говорила, что сама сейчас пользуюсь таким средством, потому что оно настолько деликатное, настолько крутое. Мне так нравится его отдушка, вот эта детская чистоты и свежести, я прям обожаю. И у меня и старшая дочь, чем пользуется и я, и поэтому у нас в запасе всегда, когда акция, мы берем несколько бутылочек, идеально. Я даже иногда в ванну добавляю, крестюшки мелкой, да, ей 3 месяца, добавляю, и мы вот чуть-чуть пенки вот этой образуется, и мы купаемся. Или когда мы купаемся без средства, надо где-то что-то там промыть, подмыть, ну вот это средство вообще обалденное. Я уже вам много раз говорила, я эту линейку прям обожаю, и для себя, в том числе. О, девчонки, закончилась живица. Мы с дочерью ее, по-моему, еще по весне начали пить, потом настало лето, перестали, сейчас опять в середине августа возобновили, артикул 157-28, у меня с живицей дочь болеет живица-живица, я не знаю, как правильно, поэтому из что поправляете меня. У меня дочь с ней болеет гораздо меньше. Мы еще в саду, наверное, лет в 5 с ней начали ее пропивать курсами, вот гораздо меньше. Или если болеет, то легче. И сейчас мы ее по сей день пьем, уже вторую баночку открыли, это такие зеленоватые капсулы, которые практически не имеют никакой отдушки, баночка зафольгирована была, и я этому средству доверяю. Вы знаете, очень быстро разбираю это у нас в складе, сейчас пока, по-моему, есть в этом каталоге, хорошая, кстати, на него акция. Закончились у меня патчи ICO, вот так выглядит баночка. Я уже говорила вам, к сожалению, на банке артикул нет, что слава богу, что они закончились, одна лопатка от них осталась. Мне они вообще не понравились, вот от слова вообще. У меня на лице они не делали вообще ничего. Ни увлажнения, ни разглаживания, ни синяки не убирали, я их курсом специально проделала. То есть даже если бы накопительный эффект тут какой-то был, я бы это заметила. Вообще ничего. Настолько пустышка за такие бешеные деньги, если не брать программу Фоберлик Лайк, это реально бешеные деньги за патчи. Сейчас я пользуюсь корейскими, которые как подписчица одна мне написала. Спасибо, кстати, огромное, если смотришь это видео. Я на Азоне брала их за 296 рублей корейские, а она на Валберс нашла за 195. И я их вчера еще в вторую банку заказала за 195 на Валберс. 195 или полтора штукаря. Простите, за что? Там я вижу эффект, здесь пустышка просто. Это вот мое мнение. Так, два средства из серии Фоберлик Хом. Ультра кондиционер для белья, розовый бархат взяла. Хороший кондиционер. Я все кондиционеры, в принципе, Фоберлик люблю. Они хорошие. Сенситив делает самым мягким белье, остальные вот в мягкости немножко уступают, но ароматы классные. Любимый мой орган. Розовый бархат тоже очень классный. Цветочная композиция. Иногда хочется чего-то новенького, да, органу надоедает, поэтому классный здесь 30 стирок, но может хватать и на больше, потому что вы же не всегда машину загружаете целиком, да. Артикул 118.55. Хороший. Это яркая одушка, то есть если вы любите деликатный какой-то аромат от белья, это вам не подойдет. Здесь она ярко выраженная и на высохшем белье. Концентрированный гель для мытья посуды. Мы с вами новинку обновленную тестировали, да, лимон и мята. 0+, кстати. Вот он. Вот он 0+. Тоже. Артикул 393. Ну что сказать, по аромату мне другие больше нравятся. Хотя здесь такой свеженький, и лимон чувствуется, и мятка, и в принципе пенится он хорошо, и моет хорошо. Не могу сказать, что что-то вот они тут обновили, намудрили. Обычное средство для мытья посуды из серии Фаберликом хорошее. Никаких к нему нареканий никогда нет и не было, в принципе. Руки не сушит. Меня во всем устраивает абсолютно. Два освежителя, которые вообще никогда больше не повторю. Это гринли цитрусовый. Они мне не нравятся. Они пахнут эфирными маслами. Мне неприятно у себя в помещении вообще этот аромат ощущать. Ни грамма. Ни цитрусовый, ни травяной второй. Артикул этого 109.03. Фу, не нравится вообще. Вот эти вот елки, туи и так далее. Ну, это, мне кажется, не для жилого помещения. Следующий освежитель. Это кваспрей. Недавняя новинка освежитель воздуха из серии уже дом Фаберлик. Так, чайное дерево эвкалипт. Тоже не понравилось вот этот аромат. Именно ощущать, что тут происходит у себя в помещении. Как мне, кто-то написал, волосы завязывать надо, когда обзор снимаете. Вы серьезно? Артикул 303.24. Фу, вот тоже фу, неприятно почему-то в жилом помещении, в спальне, на кухне, в туалете, где бы то ни было вот этот аромат ощущать. Я не знаю, куда он может пригодиться. Вообще не понравился, никогда больше не повторю. Закончился шампунь-бальзам для волос. Кошка-малина. Дочь оторвала этикетку, не скажу артикул. Я уже говорила, что у нас была аллергия в возрасте 5 лет. От этого шампуня пошли красные пятна по всему телу. Я решила повторить и попробовать. Может быть, сейчас с возрастом прошло. Прошло. Вы знаете, ничего не было. Такая ядреная одушка малины. Кстати, как новинки, новые детские. Мне кажется, эту кошку-малинку туда налили, потому что она тоже такая перламутровая и розовая. Это мне сейчас просто гениальная мысль пришла, и она пошла дальше. Больше на бьюти-кафе, конечно, там малина похожа, но у них схожесть очень большая на самом деле. Прям вообще. Такой же перламутровый, ядрено-розовый, ядреный запах. И мне вот не нравится, дочке нравится. Взяли, протестировать, будет аллергия опять или нет. Нет, в этот раз не было. Закончилась вот такая датская соль подкопченая. Закончилась она из всех солей и солей. Первая у меня, соответственно, и понравилась больше всего, конечно. Она действительно подкопченая и подходит для всего. Я ей картошку посыпала, в принципе, и мясо любое, и курицу, и свинину, и так далее. 161.45 артикул. 161.45. Аромата у него яркого выражения нет, но блюдо вкуснее делает и ярче, потому что она такая оранжевенькая. И действительно есть какой-то легкий при подкопченности. Он действительно легкий, его можно даже не заметить. Но цвет, допустим, желтой картошечки делает очень красивый. И аромат тоже. Поэтому вот эта соль у меня на первом месте в Эберлик. Наконец-то у меня закончился кувошинг Арису. Наконец-то не потому, что не понравился, а потому что так много было продуктов на тестировании, что до него руки никак не доходили. Закончила. Артикул 77.23. Это восстанавливающий очищающий кондиционер для всех типов волос. Лотос. Из серии Арису. Мне вообще эта линейка очень нравится. Но вот именно после вот этого кувошинга, когда я без шампуня мыла волосы, а только вот этим бальзамом, мне говорили, какие у тебя здоровые, классные, блестящие волосы, ты что с ними сделала? На ламинирование сходило. Я да нет, говорю, кувошинг. Вот, поэтому так, вот такой вот эффект от него действительно, девчонки. Я, конечно, каждый раз не мыла им волосы, я чередовала. То с шампунем мыла, то только вот этим вот бальзамом. И мне эффект нравится. Если хотите немножко поберечь свои волосики и не пересушивать, присмотритесь к этому продукту. Да, особенно если они у вас сухие, поврежденные. Вот как раз бьюти кафе. Ею для душа. Малиновый мельфей. Это у меня дочь с юга привезла. Не знаю, где они его там взяли. Я его, потому что не заказывала. Я такое не могу заказать. Мне не нравится вообще бьюти кафе. 19.10 у сестры, наверное, отобрала. Она где-то заказывала. Вот это, да, вот это новая линейка детская. Прям аромат жутко приторный. Мне вообще он не нравится. Он не малина, вроде отголоски малины, но она настолько химозная, с чем-то перемешана, вообще не нравится. Сильно бьет в нос. Нет. Дочь добила, ей нравится. Дети любят яркие такие отдушки, да? Так. Так, тонизирующий крем для ног, венотоник, артикул 1733. Он классный, действительно устраняет чувство усталости в ногах. Он такой, имеет легкий ментоловый аромат. Прям легкий-легкий, совсем чуть-чуть. И такой светло-как раз ментоловый оттеночек. Средство классное. Не скажу, что сильно охлаждает. Это охлаждение длится минутки-две, но усталость реально по факту потом снимает. Ножком гораздо легче становится. У меня всегда несколько тюбиков в запасе. Сразу говорю, потому что бывают такие ко мне вопросы, как к медику. Варикоз не может вылечить вам ни один крем. Если он уже есть, его вылечит только операция. Вот такие продукты, они облегчают состояние. Облегчают. То есть снимают тяжесть в ногах, и ножкам становится легче. Но никак не вылечат они ваше расширение вен. Так, закончилась вот такая пена для ванны кошка-манго. Классная, кстати. 2387. Берем не первый раз, и очень часто берем. А здесь действительно манго. Почему она мне и нравится? Очень понравился. По аромату, по свойствам своим, в принципе, то же самое, как и серия Advanced Technique. Вот эти детские средства, они мне нравятся. Они довольно бюджетные выходят, если брать по акциям. И ничего особенного нет. Кожу не сушат, пенится хорошо. Ну что еще для ребенка надо? Аллергии не вызывают. Это как бы самое главное. Так, банки уже некуда в составе. Закончился кофе. Вот такой красный апельсин в зернах. Скорее всего, это будет мой самый нелюбимый кофе, потому что, ну, красный апельсин в кофе, мне кажется, ни к чему. Может быть, кто-то и любит. Если какие-то орехи, да, там это смотрится, смотрится. Это вкусно. А апельсин, ну, не знаю, он еле-еле чувствуется, но он все-таки чувствуется и не с очень приятной стороны, скажем так. 160-78 артикул. Он был в зернах. Взяла, потому что какой был, такой взяла. Вот этот вот красный апельсин, он здесь какую-то дает кислинку, что ли. И вот она мне не очень нравится, на самом деле. Сейчас буду завтра распаковывать с миндалем, по-моему, у меня, да. Буду пробовать его. Вот этот как-то не очень зашел. До этого у меня тоже был с каким-то орехом, не помню. Вот он нравился. С апельсином, скорее всего, больше не возьму. Но опять же, если не будет на складе никакого кофе, то придется брать и это. Это что делать? Так, бальзам для стоп гладкие пяточки. Здесь 30% глицерина. Артикул 1661. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. 99 рублей по акции. Это цена смешная. Он очень круто увлажняет стопы. Пошли, сделали свои дела. Там пемзой, чем вы делаете, нанесли. И гораздо дольше у вас продлится мягкость стоп. А если будете наносить на ночь каждый день, то вообще о сухости забудьте просто. Я использую еще на ночь для рук. Смягчаю кутикулу вокруг ноготочков, потому что она у меня очень сухая. Маска очищающая серии N4W. Она у нас 4 в 1. Бережно отшелушивает, потому что здесь есть частички. Ее можно применять как скраб, гамаш. Больше как гамаш. Там много мелких частичек, и они достаточно шероховаты. Консистенция такая серо-беловато-глиняная. И частичек действительно много. Держать ее как маску я, в принципе, смысла не увидела. Но можно минутки 2-3 подержать, чтобы продукт все-таки как-то проник в поверхностные слои кожи, очистил их, грязь наружу вывел, а потом уже скрабировать вот этой же маской и смывать. Если оставите на лице на подольше, то застывает как глиняный, очень тяжело потом смывать. Продукт действительно круто очищает кожу. Мне вообще вот эта N4W линейка нравится. На самом деле классно. Для жирной комбинированной кожи подойдет изумительно. Если у вас есть подростки, дети, у них проблемы со всыпаниями, тоже попробуйте. Контролирует избыточное выделение себума, дарит ощущение комфорта. Есть какой-то даже от нее легкий такой холодочек потом. Мне маска понравилась. Вот на летнее время года, на зимнее, конечно, такие брать не буду. Одной какой-нибудь очищающей достаточно. Потому что сейчас кожа у меня в нормальном состоянии. А на летнее время года она вообще классная, она теплая. Обалденная расслабляющая кремасла для душа, которому я оды пою уже. Вам не первое, наверное, видео и буду еще петь. Потому что распробовала после беременности. Действительно распробовала. Это кремасла для душа. Артикул 2614. Я вам сказала, что это артикул? 591. Нет, это не артикул. 0467. Так, а здесь 2614. Я распробовала. Мне так понравилось, девчонки, когда все засыпают, когда мафия засыпает. Я еще не сплю. Я иду в душ. Спокойно, медленно. Никто меня не торопит. И с вот этим маслом. Мне понравилось даже больше не без мочалки, а с мочалкой. Оно изумительно на мочалке пенится. Прекрасно. Дарит такой вот, действительно, какой-то расслабляющий эффект. Такой комфорт. Вообще обалденный, девчонки. И мне нравится, что долго держится аромат на теле. Мне нравится эффект увлажнения. Он действительно есть. Как будто с каким-то добавлением какого-то чуть-чуть от маслица. Потом кожа гладкая. Не требует нанесения какого-то крема. В общем, очень понравилось. И в заказе вы меня видели, я повторила еще раз эту покупку. Поэтому, да, продукт достойный. За 200 с чем-то рублей такой продукт. Я считаю, что это нормальная длина. Цена. Поэтому, скорее всего, буду брать еще и еще. Это все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки в этом месяце у меня скопились. Надеюсь, вам было интересно. Мои отзывы были вам полезны. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пишите, что думаете по поводу вот этого вот всего. Если есть что сказать, я, знаете, с удовольствием всегда с вами общаюсь. Ссылка на регистрацию Фиберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Плохого не посоветую. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok